МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пятом дневник наблюдения о людях и явлениях. Здравствуйте, я Сергей Майоров. Сегодня в дневнике. Опасный мир и собаки на страже. Жизнь человека зависит от нюха животного. Кто кому друг? Кук. Самые популярные писатели Франции Бернар Вербер и Фредерик Бекбедер. В поисках темы. Об уникальном собачьем обонянии и французском обаянии через две минуты на пятом будет о чем подумать. Сухая официальная информация. За прошедший год в России служебно-розыскные собаки нашли десятки килограммов взрывчатых веществ, несколько сот килограммов наркотиков и предотвратили более 200 терактов. Но один не успели. Два месяца назад. В московском метро прогремели взрывы. В подземку сразу спустили кинологов с собаками. Всего 50 на 175 станций. Говорят, нужно 400. А где их взять? Об уникальном обонянии и опасном мире Роман Удовиченко, Полина Черкасова и Никита Лойк. Террористы, заложница, захват ОМОНа. Простейшая драматургия и рекламный ролик готов. Мальчиков из детских домов в Подмосковье зазывают на службу в МВД. Девочкам реклама от кинолога Кристины Волковой. Дама с собачкой ищут взрывчатку. Вполне женская работа. Разве что немного нервная. Так как я работаю по взрывчатке сейчас, то самое страшное для меня, это когда проходит информация о бесхозных вещах, оставленных где-то. В электричках, на вокзалах. Потому что ты реально приезжаешь, когда на этот выезд, ты не знаешь, что в этом может оказаться. В этом пакете, в этой коробке, в сумке. Так как кто хочет совершить какой-то вред, причинить, он предупреждать об этом никого не будет. Кристина, 25 лет. Чех, полтора года. Фрося, 4 года. Спит на ходу. Она искала взрывчатку и наркотики в пригородных электричках и поездах 3 года. Это большой срок для ее породы. Мастифы отличаются невероятным чутьем, но быстро теряют интерес к работе. Их списывают и оставляют доживать свои дни в клетке. Случай с Фросей – счастливое исключение. Кристина забрала ее к себе домой. Так же, как и овчарку Чеха. Он был таким чудесным щенком. Эти трое – и сослуживцы, и семья. Каждое утро ездят на тренировку в питомник. Фрося – просто за компанию, чтобы не скучала. Еще один член этой семьи – мама кинолога Кристины. Вечно рычит на свою жалостливую дочь. Было, что мы с ней ругались. Я уходила, забирала собаку из дома. Говорила, раз ты не хочешь видеть ее, значит, ты не будешь видеть меня. Соответственно, тоже. Потому что я на себя взяла это обязательство. Я, конечно, да, там, бы сделала глупо, что не посоветовала с ней. Но, тем не менее, я не могу просто так взять и отказаться от животного. Это предательство. До ближайшего жилого дома отсюда не меньше километра. Коррективы в план застройки спального района внесла кинологическая служба Москвы на железнодорожном транспорте. Слушать лай круглые сутки могут только кинологи. Фрося резвится где-то на ближайшей лужайке. У Чеха – плановая разминка. Полтора часа высунув язык, сухой корм в награду и на службу. Вместе с Кристиной они обойдут сегодня 9 столичных вокзалов. Возможно, придется взять с собой и кого-то из четвероногих новичков. Специально обученных собак здесь в два раза больше, чем специально обученных хозяев. Человеческий фактор – главная проблема. Потому что работа – собачья. Если человек, ну, по каким-то причинам уволился, привелся, я прошу не травмировать собак, если он приходит, то желательно не приходить сюда. Почему? Потому что они это чувствуют. Приходит человек новенький или новый, но прибывший. Мы закрепляем эту собаку, и вот здесь происходит борьба двух личностей. Один, как бы, человек, он выше, намного выше собаки, а другая – собака уже воспитана и подготовлена под другого человека. Другой метод воспитания и дрессировки. А новый человек приходит, допустим, мировоззрение у него совсем другое. И вот озломка происходит в двух характерах, будем так говорить. И поэтому полной отдачи никогда не бывает после замены хозяина у собаки. Я, когда переводилась вот из Чечни, из ЦКС, в город Грозный, вот, переводилась я в Северный, в Северное управление на транспорте. Ну, вот, я хотела выкупить свою собаку у них. Вот, на тот момент мою рабочую собаку, с которой я училась, мне ее не отдали. Когда я поняла, что мне придется ее оставить, я, наверное, неделю просто не могла успокоиться. Я жила на валерьянке, ревела. И, наверное, даже сейчас, при этом вспоминая, у меня наворачиваются слезы на глаза, потому что собака была очень хорошая. Она умерла. Овчарка Чех ждет в машине. Кристина проверяет нового напарника. Спаниель Димас пока просто коллега. За несколько месяцев работы у них еще ничего личного. Это ушастое наследство, доставшееся от шести кинологов, все понимает, но слушается через раз. Состязание в упрямстве, дежурство на Казанском вокзале Москвы. Нужно проверить багаж пассажиров из Грозного и Махачкалы. Димас учует тротил, пластит и героин, даже если они будут спрятаны в спичечных коробках, сырных шариках, овощах и фруктах. После этих взрывов сразу вспомнили, что есть у нас служебные собаки. Тут же руководитель метро высказал, что надо еще 400 собак закупить. А где их содержать, эти 400 собак? Мы что, в одну клетку по 10 собак сможем запихать? Сейчас кинологический центр управления на метрополитене в лучшем случае на 50 собак. Вы понимаете, служебная собака – это не пистолет, это не автомат, который на складе пролежал 10, 20, 30 лет, потом ее достали со склада, зарядили и готовы к стрельбе. Служебную собаку нужно воспитать сначала, потом поддерживать не эти рабочие качества. Даже подготовленная собака, которая не использовалась в течение 2, 3, 4 месяцев, она теряет свои навыки. Здесь готовят собаки специального назначения по поиску взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и наркотических средств. Но в один из таких отверстий вставляется контейнер с взрывчатым веществом, либо с наркотическим веществом, либо опиум, марихуана, гашиш, героин. Внутри этого контейнера фальшивка – тряпка, когда-то давно пропитанная запахом героина. Странные особенности национальной дрессировки – использовать настоящие наркотики для обучения собак – в России почему-то не принято. Недавно Валентин Сорокин ездил в Германию. Там он наблюдал, как местные собаки делают те же самые упражнения. Так вот, в контейнерах был спрятан чистейший героин. Немецкие коллеги недоумевали, как можно тренироваться на имитаторах и какой, даже самый выдающийся собачий нос, может в таком случае гарантировать результат. Ну, это так называемые имитаторы, запаховые имитаторы наркотических веществ. Ну, это, в частности, героин. Это амфетамины. Ну, героин очень сильно отличается, допустим, от амфетамина. Очень сильно. Запах уксуса у героина, как правило, всегда присутствует. Если он немножко даже подмок, то он будет вонять очень сильно. Грань, он очушается. Очушается. Человек-нос Сергей Качкин. 10 лет учил собак вынюхивать мины в Афганистане. Теперь в кинологической службе УВД Дмитровского района он готовит универсальных солдат. Его питомцы ищут наркотики, краденые вещи, пропавших людей. Расследуют убийства и задерживают преступников. Такие псы должны быть и гиперчувствительными, и суперкусачими. Сергей Качкин привозит щенков из Германии. Они там злее. Отечественным производителям не доверяет. Но и немцы, бывает, подбрасывают котят в мешке. Один из щенков был привезен. Выросла, да, ей уже сейчас ближе к двум годам. Ну, как можно сравнить. Это девочка-лапочка. Она не боится, нет. Не потому, что она трусливая и прочее, но это генетически собака, которая не в состоянии, ну, так, укусить человека. То есть она его любит. Поэтому на следовой работе мы с ней работаем на основе большой любви. Не на основе найти и укусить, а найти и вылизать, да, облизать, облобызать. Это прожимает. Как раз от зубов. Это через щитки, через рука прокусило. А что будет, если напрямую, на голое тело? Эта овчарка может и рану залезать, и шрам оставить. Идеал универсал. Таких единицы, а таких тренеров еще меньше. Понимаю такую фразу много-много, наверное, лет назад. Может, конечно, это неправильно было сказано, но, по крайней мере, я это сказал своим родителям. Вы меня вырастили, а воспитали меня собаки. Юрки Спаниель Димас исключительно талантлив. Но и он потерял нюх за два с половиной часа работы на вокзале. Его сменил важный чех. Ему вместе с Кристиной нужно проверить еще один сапсан. В ближайшее время сверхскоростных поездов до Петербурга станет семь. Кинологов и собак на железной дороге не прибавятся. Сейчас органам внутренних дел не хватает 15 тысяч собак и 15 тысяч хозяев для них. Все-таки кадровый работник, он почему-то в органах внутренних дел ценится выше, чем тот же кинолог. И мне говорят, да ты чего, у тебя были такие возможности в кадрах, почему ты туда ушел? Ну, я посчитал, что если одна поговорка хорошая, чем больше я узнаю людям, тем больше я люблю свою собаку. Если люди приходят, я не буду скрывать, говорят, а как вы здесь работаете, у вас же дохода левого нет. А я говорю, у меня есть доход левый. Это шесть моих, четыре на ногах. И все остальное, жизнедеятельность, которую я не оставляю. Вот у нас весь доход, понимаете. Я здесь работаю не с перспективы, а ради своего удовольствия. Это мой каприз. Я просто, я так хочу. Вот. Мне по большому счету, ну, не такая уж большая зарплата, да. Вот. Ее хватает, да, хватает. Но хватает ровно настолько, чтобы нормально жить, но при этом не позволять себе излишков. Вот. Ну, так как у меня еще две собаки, которые я кормлю, тоже, соответственно, за мой счет. Кристина Волкова – младший инспектор-кинолог. Станет старшим, если сдаст нормативы, но зарплата не изменится. 18 тысяч рублей в месяц. Из них 4 тысячи она тратит на мясо для Чеха и Фроси. Тех денег, которые на собачий корм выделяет государство, хватает разве что на корм для хомячков. Остальные девичьи радости Кристины – шоппинг в зоомагазинах. Недавно купила шлейку и тарелку для дрессировки. Маме скажет, что все истратила на косметику. Герои нашего времени – звезды современной литературы. Оба французы. Оба самые продаваемые французы современности. У них даже фамилии рифмуются. Бернар Вербер и Фредерик Бекбедер. Писателям уже сильно за 40 и у каждого в год выходит по новому роману. Сегодня у Вербера рай на заказ, у Бекбедера – французский роман. Бернар ищет смысл жизни в далеком будущем. Фредерик с той же целью копается в далеком прошлом. Оба все еще в поиске. Со звездами общались Иван Коновальцев и Наталья Гребнева. Многоточие – их любимый знак припинания. Они всегда оставляют свободу читательскому воображению. Двое пишут, миллионы читают. У одного – записки циника средних лет, который выворачивает себя наизнанку. У другого – рассказы немолодого фантазера, который выворачивает наизнанку других. Писатели Бекбедер и Вербер – две параллельные реальности. Они пересекаются только в одном. Хорошей литературы на Земле больше нет. Мне кажется, все плохо. Единственный автор, который меня поразил, и тот уже умер в 82-м году – это фантаст Филипп Кадик. Возможно, это звучит претенциозно, но всегда есть стадо писателей, которые движутся вместе со временем. И вдруг из этого стада вырывается кто-то. Филипп Кадик опередил свое время. Да, он принимал наркотики и достигал состояния транса. А потом уже писал. Я стараюсь идти вслед за ним, но только без наркотиков. Мне кажется, это еще большее достижение. Вы знаете, сейчас во Франции примерно столько же писателей, сколько и читателей. Но кроме Виктора Гюго читать по-прежнему некого. Для меня он образец социального поведения автора. Он был звездой своей эпохи. Писал статьи в газеты, крутил романы с красивыми женщинами. Он был первым писательным реалистом, который набрался смелости и описал свое время. Мои романы, такие как «99 франков», они гиперреалистичные. Они описывают настоящее. И это мой вклад в историю. Думаю, Виктор бы их оценил. Когда я вижу человека, читающего мою книгу, я стесняюсь. На бумаге я очень откровенен, пишу об интимных вещах, выворачиваю себя наизнанку, а их листают у всех на глазах. Складывается ощущение, что меня публично раздевают. Кстати, труднее всего вот так раздеваться перед родителями, людьми уважаемыми и солидными. Я публикуюсь уже 20 лет, и все 20 лет отец комментирует мои романы так. Детский вздор. Мама, конечно, добрее. Ей понравилась моя книга «Любовь живет три года». Остальные меньше. Она считает, что в них слишком много секса. Я начал писать в 7 лет. С тех пор писал всегда. Мне всегда хотелось, чтобы меня публиковали. И пока у меня есть читатели, я буду заниматься этой профессией. Если у меня не будет денег, снова пойду в журналистику. Деньги важны. Они означают свободу, а зарабатывать иначе я не умею. Писательство уже привычка. Даже если я окажусь в пустыне, я буду писать. Если я не работаю каждый день, то болею. Болею физически. Я очень быстро печатаю и в какой-то момент теряю ощущение реальности. Я даже поиграл с этим чувством в конце романа «Тайна богов», где персонажи говорят «Мы живем внутри автора». Я всю жизнь работаю четко по расписанию, а в свободное время подмечаю все, что вижу вокруг. У меня всегда с собой маленький компьютер. Когда возникает идея, я могу ее записать и потом вечером сделать на ее основе маленькую историю. Каждый день у меня рождается, по крайней мере, одна идея для целого романа. Фредерик Бигбедер. В 44 года он снова озабочен. Новая книга не дает покоя вчерашнему бунтарю. Собственно, вчерашний бунт против общественной морали и стал поводом для его французского романа. Несколько дней тюрьмы за антиобщественное поведение и добро пожаловать в детство. То, что было до сорбонной и рекламного бизнеса. То, которое сложнее всего разыскать в суете современного мира. Пока я не попал в тюрьму, я не помнил своего детства. Все, что было со мной до 16 лет, как-то стерлось из памяти. Остались только избранные слайды. И только в тюрьме я поймал состояние детства, когда за тебя решают практически все. Когда есть, когда спать. У меня в камере не было ручки, и я начал сочинять книгу в голове. И вместе со словами стали появляться образы. И я снова вернулся туда, где рос. Наши дома в Биорице, Нии, Сюрсен, куча родни, и среди них я. Такой же нелепый неврастенник, как и сейчас. Тогда я хотел измениться, стать лучше. На деле все стало только хуже. Единственный плюс – теперь за головную боль мне неплохо платят. У него это называется муки творчества. Необходимый аперитив перед очередным броском к письменному столу. Набросал так уже 10 книг. Перед очередным сеансом ментального стриптиза – обязательная анестезия. Шабли ему в помощь. Часто, когда пишешь, то ощущаешь на плечах груз всей мировой литературы. Лично мне алкоголь позволяет начать с чистого листа. Освободиться от этого гнета. Даже почувствовать себя гениальным. Правда, потом надо тщательно выверить все со стаканом воды в руках. Когда ты трезвеешь, гениальность улетучивается. То есть вообще-то вы редкий скромник? Да, можно сказать и так. Мне кажется, все писатели скромные. Писать – это значит передавать то, что стесняешься сказать вслух и сделать в реальной жизни. А что бы вы себе не позволили сделать ни за что на свете? Чего бы я не смог сделать никогда в жизни? Никогда не буду употреблять героин. Боюсь, что мне это очень понравится. Я никогда не буду спать с мужчиной. Может, потом, когда буду старше. Пока я предпочитаю женщин. Бернар Вербер. В 49 он все еще любит писать. Понемногу обо всем. От космоса до орнитологии. Обо всем, что позволяет образование. Институт криминологии в Тулузе. Высшая школа журналистики в Париже. 7 лет в редакции научного журнала. Последние 19 лет работает на себя. От компьютера отрывается лишь ради встречи с читателями. В Нью-Йорке, Париже, Москве. Одинокий писатель-фанатик. И это почти по Фрейду, когда книга не только лучший подарок. Я романтик. Для меня книги и общение с противоположным полом тесно связаны. Сейчас вот у меня есть подруга. Одна пожилая дама. Она первой читает мои рукописи. И мне важно, чтобы она сказала, что сильно написано, а что нет. Но она часто говорит, все хорошо от начала до конца. Меня такой ответ не устраивает. Мне очень не хватает человека, который мог бы действительно помочь. Иногда я говорю себе, вот было бы здорово жениться на объективной женщине. Но, кажется, найти такую невозможно. Я ведь был женат, но у моей супруги тоже не получалось говорить, что хорошо, а что плохо. Мы расстались из-за непонимания. К сожалению, Бекбедер оказался прав. Любовь живет три года. Брак в среднем семь. После семи лет вы начинаете спрашивать, зачем? Если находите положительный ответ, значит, с этим спутником вы пройдете весь оставшийся путь. Мне найти такой ответ пока не удалось. Кстати, если женщина не читает моих книг, мне вообще не о чем с ней говорить. Все очень сложно. Есть писатели, которые ставят точку, закрывают компьютер и занимаются другими делами. Я так не умею. Я продолжаю думать о книге, мне хочется обсуждать ее и так далее. Тем не менее, даже последний роман «Рай на заказ» я писал, чтобы понравиться конкретной женщине. Есть 15 книг и есть 15 женщин. Примерно. Если учесть, что семь лет я был женат, а тогда я хранил верность. То, скажем, не 15 женщин, а где-то 10. Я не знаю, для кого я пишу. Скорее всего, для себя. Но я не могу сочинять постоянно. Например, после «Окон в мир» я не чувствовал в себе сил написать что-то еще. Но в моей профессии важно умение ждать. Писатель, как актер, очень часто приходится проводить часы и дни в ожидании. Заполнять это мучительное время какими-то поездками. И вдруг начинается новая история. И приходит первая фраза. Капитализм превращает людей в йогурты. Человек такой же товар, как и все остальное. И у каждого свой срок годности. Падение происходит именно в тот момент, когда тебе кажется, что ты достиг вершины. Раньше браки было не разрушено игришками. Сегодня сами браки стали игришками. Я боюсь умереть, не выполнив миссии, ради которой я родился на свет. Как бы ничтожной она ни была, если ее не выполнишь, произойдет пустая правда человеческой личности. Это был дневник наблюдений. Продолжение следует. Я Сергей Майоров. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин